Все больше безнадзорных детей становится в Ак-Тубе. С начала года в стенах Центра адаптации побывали более сотни ребят. Сотрудники создают для них обстановку, приближенную к домашней. Приближенную, потому что здесь нет мамы и папы, которых так сложно заменить педагогам. Как детям помогают оправиться от стресса, выясняла Елена Устимович. Анастасии 9 лет. В Центре адаптации она около двух недель. Ребенок попал в сложную жизненную ситуацию, говорят здесь. В подробности не вдаются, всем и так понятно. Мой самый любимый предмет – математика и казахский. Больше всего я люблю есть – это борщ, марбуз. Вместе с Настей в Центре живет ее младший брат, пятилетний Витя. Первые буквы с ним учит не мама, а психолог Аида Маратовна. Она же вовлекает детей в театр теней. Задумка директора, которая помогает детям поднять самооценку, пришлась по душе воспитанникам. Тонкая ткань, да, своего рода как щит. Ребенок чувствует себя защищен, но в то же время он слышит вот эти аплодисменты, он слышит слово «браво», «молодцы». И, конечно, у него будет смелость выйти, поклониться. Происходит психологическая мощная разрядка. Дети, испытавшие такой мощный отрицательный стресс, испытывают положительные эмоции. Сегодня в Центре живет шестеро ребят. Всего с начала года в этих стенах побывал 131 ребенок. Большинство возвращены в семью, 15 отправлены в детский дом. Это наихудший сценарий, говорят здесь. Потому сами помогают мамам найти работу и встать на путь исправления. Практика показывает, какие бы ни были родители, увидев их, дети не задумываясь хотят уйти вместе с ними. Елена Устимович, Александр Степаненко, Ильяр Мунаров, Актубе.